Здравствуйте! Приветствую вас на канале Nevia Nevia в рубрике «Игрушки-погремушки». Сегодня поговорим о ГДЗ или готовых домашних заданиях. Я буду так называть и ответы Mail.ru, и всякое разное в Гугле, в Яндексе. Всё, чем пользуются школьники, чтобы халявно выполнить домашнее задание. Итак, давайте подумаем. Может быть, ГДЗ не только вредно, но местами может быть и полезно. Итак, я буду говорить про химию. Итак, мы занимаемся вот по этому учебнику, учебникам, вернее. И что я могу сказать коротенько? Ну, не совсем коротенько. Дело в том, что здесь отлично даётся разбор задач. Прекрасный. И немножко такой старой школы есть, и новых веяний хватает. В общем, разбор. Задача здесь великолепная. Подборка заданий просто отличная. Хватает и чтобы на уроке отработать, и чтобы на дом задать. Много. Есть повышенные сложности. Есть реально интересные задачи. Просто великолепно. И разбор похожих задач великолепно. Уважаемые школьники, мальчики, девочки, с этими учебниками ГДЗ вам не нужно. Все задачи разобраны в параграфах. Просто подставьте нужные цифры. Всё. Авторы там разжевали и в рот положили. Но, если вы хотите усвоить теорию, это не сюда. Можете идти на Я-класс, на Ютубе смотреть какие-нибудь ролики. В общем, читать где-то. Взять какого-нибудь старого доброго глинку, не композитора. Учебник такой был хороший когда-то. Но здесь нет. Уважаемые авторы, если вдруг такое случится, вы меня когда-нибудь услышите. Зачем в параграфе про фосфор вы полпараграфа уделили удобрение? Скажите, зачем? Вы вообще в курсе, что элементы вообще проходят по плану положения в периодической системе, нахождения в природе, физические свойства, химические свойства, ну и так далее. Где это здесь теория? Плачу, читаю. Читаю и плачу. Реально страшно. Вот если разделить, сделать отдельный из этих учебников, сборник задач и упражнений, а теорию выдернуть и сделать типа книги для чтения по химии, то вообще все будет замечательно. Не, ну как учебник это никуда не годится. Серьезно. Это так. Лирическое отступление. Но задачи хорошие. К ним сейчас мы и перейдем. И вот у нас первая задача. Ну, она, вернее, не первая, на этом примере. Внимательно, номер 7. Внимательно читаем. Рассмотрите рисунок, там, 26. Определите модели простого вещества, сложного вещества, смеси веществ. А теперь, внимание, уважаемые школьники, вы лезете в ГДЗ, пишете буковки, циферки, а потом, а почему у меня три? А давайте до конца дочитывать. Ответ поясните. Вот, уже, пожалуйста, поясните. Давайте посмотрим на кружочки и фигурки. Кружочки – это атомы. Фигурки – это молекулы. Если кружочки и фигурки одинаковые, то, значит, молекулы состоят из одинаковых атомов. И это будет простое вещество. Если кружочки, фигурки разные, вот как, например, здесь, или вот здесь вот, вот здесь вот, то, значит, это сложное вещество. А если на картинке есть разные фигурки, разные фигурки, которые состоят из разных кружочков, или разные кружочки, значит, это смесь веществ. Вот оно, одно вещество, простое, кружочки одинаковые. А вот оно, другое вещество, сложное, кружочки разные. Теперь все слова кружочки замените на атомы, а фигурки на молекулы. И повторите всю эту ахинею, и будет вам счастье. Давайте усложним эту задачу для школьников. Уважаемые коллеги. Ну, можно чуть-чуть дополнить. Упражнение 7. Я вернусь к нему. Определите модели двухатомных газов. Определите модели смеси двухатомных газов. Найдите смесь простого и сложного вещества. Можно поиграть. Можно поиграть. На этом этапе ГДЗ не нужно. И вообще не нужно совсем. Давайте проанализируем, что мы видим. Если вы 8 класс, то вы знаете еще формул ну, несколько. Воду знаете наверняка, кислород знаете, водород, может быть углекислый угарный газ. Ну, физика у вас все-таки уже была. И есть. Давайте так. Проговорить вслух. Молекула водорода состоит из двух атомов водорода. Ну, вот она. Молекула водорода состоит из двух атомов водорода. Молекула угарного газа состоит из одного атома углерода и одного атома кислорода. Молекула оксида серы 6 пока не вникайте. Если кто еще не проходил, ну, вообще-то уже должны знать. Так вот, молекула оксида серы 6 состоит из атома одного серы и трех, трех атомов кислорода. А теперь рассчитайте относительно молекулярную массу следующих соединений. Серная кислота и углекислый газ. Что мы видим на просторах интернета? В лучшем случае это будет вот так вот расписано. В худшем случае это будет вот так. Кстати, уважаемые школьники, когда вы потом честно врете, что вы решали сами, вы здорово палитесь, когда пишете индексы в размер буквы. Вот этим самым вы просто палитесь. Ну, если вас приспичило списать, ну, сделайте это аккуратно, так, чтобы реально не бросалось в глаза, чтобы списывать. А теперь давайте посмотрим, как надо сделать. Во-первых, чтобы это посчитать, нам нужна таблица Менделеева и вообще больше ничего. И, собственно, вот они, элементы, и вот их атомные массы, которые нам нужны. Соответственно, что? Масса, относительно молекулярная масса молекулы, это сумма всех масс атомов, из которых она состоит. То есть, чтобы было понятно, чтобы рассчитать относительно молекулярную массу оксида углерода 4 или углекислого газа, нам нужно атомную массу углерода найти. Это будет 12. Найти относительную атомную массу кислорода, это будет 16. И вот относительную атомную массу кислорода умножить на 2. Потому что здесь индекс 2, здесь 2 атома кислорода. Помните, да? Мы анализировали. Молекула углекислого газа состоит из 1 атома природа и 2 атома кислорода. Соответственно, 12, 16 на 2, 44. Аналогично с серной кислотой. Давайте проанализируем. Молекула серной кислоты состоит из 2 атомов водорода. 1 атома серы. Здесь индекс 1. Просто мы его не пишем. Ради бога, не скажите, что здесь нет индекса. Он есть. Просто единицу мы не пишем. И 4 атомов кислорода. Соответственно, в таблице Менделеева мы находим относительно атомную массу водорода и умножаем на 2, потому что здесь индекс 2. Относительно атомную массу серы, это 32. Мы ее ни на что не умножаем. И относительно атомную массу водорода ее мы умножаем на 4. Соответственно, 2 умножить на 1 плюс 32 плюс 16 умножить на 4 будет 98. Это относительно молекулярная масса. Значит, никакого здесь ничего не будет. Вот здесь это безразмерная величина. Никаких единиц мы не пишем. Если это будет молярная масса, здесь будет грамм-моль стоять. Но если это относительно молекулярная масса, это безразмерная величина и никаких единиц измерения здесь не будет. Ради бога, не ляпните, что относительно молекулярная масса ни в чем не измеряется. Это не грамма. Безразмерная величина. Все, так будет правильно. Но если вы хотите совсем выпендриться, напишите вот эту формулу и объясните, где что. Относительная молекулярная масса, относительная атомная масса, число атомов. Выучите вот это объяснение, распишите вот так вот все задания, которые вам даны, и будет вам счастье. Вопрос, при чем здесь ГДЗ? Да, собственно, если у вас в голове ну хоть сколько-то извинен есть, ГДЗ не надо. Если совсем сложно и совсем тяжело, то да, вы загляните, вы загляните вот в это вот, вот в это вот, вы загляните, посмотрите, что здесь с чем плюсуется, посмотрите, что здесь чему равно и, может быть, глядя на это цифры, на вот эти вот цифры, вы поймете, как здесь, что вычислялось. В этом смысле ГДЗ может помочь. Но на данном этапе, по-моему, оно не нужно. Итак, возьмем задачу, ну, немножко посложнее. По сравнению с предыдущими. Так-то задача очень простая. Сколько угля сгорело, если при этом образовалось 22 грамма углекислого газа? Давайте сходим на просторы интернета. Вот прямо сейчас. Да, вот уже есть. Здесь у меня сколько граммов угля сгорело, если при этом образовалось. Можно даже не набирать дальше, просто нажать найти. И вот первое решение. Да? Особо умные прям сразу копируют, вставляют или переписывают там себе. Давайте пройдем немножко дальше. Вот сюда. Вот смотрите, здесь хоть какое-то объяснение есть. Просто хоть какое-то объяснение тут присутствует. То есть вот выучите его, оформите как положено. Об этом чуть позже. И будет вам счастье. Ну, как минимум, это положительная оценка. Если есть мозги, ну, вы там, будучи великий композитор, художник, там, математика, вам не до химии, поэтому нет времени на то, чтобы решать самим. Ну, мозги, подчеркиваю, есть. Вы оформите как надо, распишите как надо, выучите как надо, ответите как надо. Будет вам счастье. Теперь вернемся к нашему решению. Все-таки большинство делают вот так. Просто списывают, включая морудку профессора и не включая мозгов. А потом честно врут, что решали сами. А морудка профессор явился во сне и продиктовал вот этот вот бред. Ну, хорошо, допустим, посмотрели на это решение, даже списали, ну, оформите его, положено. Вы же в восьмом классе, химия там в восьмом классе начинается, а в седьмом уже была физика, где вы решали задачи. По секрету скажу, кто не в курсе, задачи по химии оформляются так же, как задачи по физике. Надо ли здесь отдельно вот выносить формулы все или не надо, это решайте на местах. Ну, я не требую, по-моему, если кому-то удобно, ради бога, если нет, то и не надо. В любом случае, запишем условия задачи, то есть в данном случае нам дано, что масса углекислого газа, 22 грамма. Найти что? Массу углерода. Если кто не в курсе, уголь это углерод. 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 Внимательно читайте и произносите название элементов. Станет многое понятно. Запишем уравнение реакции, во-первых. В этом смысле Марука, профессор абсолютно прав. Вот это вот индексы, а то, что вот перед буквами, то, что вот перед буквами, перед символами, это у нас коэффициент. И вот точно так же, как если здесь нет цифры, это 1, точно так же, если здесь нет цифры, то это 1. То есть здесь у нас стоит по единице. Ну, а если бы здесь были какие-то другие цифры, соответственно, коэффициенты были бы равны другим цифрам. И эти цифры, которые стоят перед буквами, это не просто так, это моли или молекулы. Ну, в данном случае пусть будут моли, которые прореагировали и которые получились. То есть 1 моль углерода прореагировал с 1 моль кислорода и получился 1 моль углекислого газа. Это нам понадобится в дальнейшем. Кстати, подобным образом проанализируйте несколько уравнений реакции, чтобы понять, что к чему и почему. И станет намного легче. Что нам нужно для того, чтобы решить задачу? Для начала в таблице Менделеева ищем относительно атомную массу углерода. Я вам здесь обводила, кажется. Да, углерод. Вот углерод. Вот относительно атомная масса. Если бы здесь был какой-нибудь другой коэффициент 2 или 3 или 5 или 10, мы бы умножали эту относительную атомную массу на него. Но поскольку здесь единица, 12 на 1 будет 12. То есть относительно молекулярная масса углерода в данном случае 12. Отсюда мы можем сказать, что малярная масса углерода будет равна 12 грамм на море. Но ни в коем случае не поставьте здесь знак «равно», потому что относительно молекулярной массы и малярной массы это абсолютно разные величины. Они равны только численно. Числа у них одинаковые, а величины разные относительно молекулярной массы углекислого газа. Нам она тоже понадобится. Мы ее уже вычисляли. На всякий случай повторюсь. Масса углерода относительная плюс относительная атомная масса кислорода, умноженная на 2, потому что его 2. 44. Отсюда мы можем сказать, что малярная масса углекислого газа равна 44 грамм на море. Находим в учебнике, на интернете, в мозгах, где угодно, формулу, как вычислить количество вещества. Так, а теперь, чтобы вычислить, какое количество вещества углекислого газа образовалось, нам надо массу углекислого газа поделить на малярную массу углекислого газа. Это будет 0,5 моль. Помните, мы с вами анализировали уравнение реакции. Сколько угля сгорело в молях, столько же потребовалось моль кислорода для этого, и столько же моль углекислого газа образовалось. Ну, потому что здесь коэффициенты все равны. Здесь единица, здесь единица, здесь единица. Соответственно, если у нас сгорит 0,5 моль угля, у нас на это уйдет 0,5 моль кислорода и образуется 0,5 моль углекислого газа. То есть, если у нас образовалось 0,5 моль углекислого газа, значит, угля сгорело тоже 0,5 моль. То есть, мы таким образом выяснили количество вещества угля. Это равно 0,5 моль. А теперь, зная количество вещества угля, мы можем вычислить его массу. Вот по этой формуле. То есть, масса угля равно количеству вещества угля на малярную массу угля. Это 0,5 на 12, и это будет равно 6 грамм. Вот, собственно, и все. А теперь такое немножко олдскульное решение, которое проще, на мой взгляд. Формулу можно забыть. А вот так вот пропорция решается 90%, ну, если не 100%. Школьные задачи по химии. Вообще, очень много задач решается пропорцией. Просто обычная пропорция. Не только по химии. Формулу можно забыть, а пропорцию вы всегда будете помнить. В конце концов, с помощью той же пропорции вы просто вычислите, ну, выведите формулу. Итак, ближе к делу. Составляем уравнение реакции. Наверху пишем то, что дано, и то, что надо найти. Внизу пишем относительно молекулярной массы. То есть у нас уголь 12. И еще раз, если бы здесь был коэффициент, мы бы эти 12 умножали на этот коэффициент. Здесь единица. 12 на 1 будет 12. Здесь 44. Мы вычислили, что это 44. Наверху нам дано 22. 22. Углерод нам надо найти. Наверху ставим х. Теперь как бы перекрещиваем вот так вот. Я уверена, на математике вы это делали. х равен 12 умножить на 22, поделить на 44. Получили те же 6 грамм. Вопрос. Зачем вся вот эта вот билиберда, если все так просто? Ответ за это решение вы можете схлопотать 3 балла. Ну, во-первых, за х. Масс. Масс. Ну, чтобы было совсем грамотно, можно писать масса С. Масса углерода. Но это вас не спасет. Потому что сейчас правильно вот так. Вот это считается грамотное решение. Через моли. Здесь мы тоже вычисляем моли. Как бы вот оно, да, вот. Вот здесь как бы вот это действие, вот это действие, оно вот, ну, как попроще немножко, оно внутри вот этого решения, оно присутствует. Но как бы считается, что вот так надо расписывать. А вот так проще. Узнайте у вашего учителя, можно ли так делать. На экзамене пишите вот так. Однозначно. А вот так делайте, если вам нужно навести какой-нибудь раствор или рассчитать действующее вещество, там, удобрение. Ну, потому что раствору все равно, и растению все равно, как вы рассчитали, там, количество вещества или там, количество действующего вещества, лишь бы было правильно. Лишь бы была нужная концентрация в растворе, лишь бы было нужное количество удобрений. Все. Вот это правильно. Вы получите правильные цифры. Но еще раз предупреждаю, запросто можете схлопотать 3 балла. Ну, вообще-то они должны, по идее, теоретически. Но это только теоретически. А вообще, оба эти решения правильны. Иногда на просторах интернета можно найти вот такие листочки. Уважаемые школьники, не поленитесь. Взять просто и поискать на просторах интернета решения с объяснениями. Если вот вы сюда заглянете, вот это вот выучите, вот это вот воспроизведете, а потом еще объяснения тоже выучите и расскажете, да хоть наизу, он будет вам счастье. Как минимум 4. Ну, на 5, динает Господь Бог, я, возможно, на 4. Что вам остается? Ну, правильно. Теперь, что можно сделать с той задачей? Немножко поменять условия. Какая масса углекислого газа образовалась, если сгорело 48 грамм угля? То есть, не углекислый газ даем, а уголь. Или поменять просто количество углекислого газа, которое образовалось. Ну, что взять в 10 раз увеличить? Если ребенок с мозгами, он все увеличит на 10, умножит на 10. Ну, а если без мозгов спишет, включая морудку профессора, потом будет говорить, да нет, я не списывал, я не списывал. Ну, ничего страшного, что там цифры другие. А так, конечно, не списывал. Все нормально. В принципе, ГДЗ может помочь. Ответы Mail.ru могут помочь. Если включать мозги, я предлагаю всем, и ученикам, и учителям, и родителям это сделать. То есть, включить мозг, если чадо пользуется интернетом при подготовке к урокам. Тем более, что, ну, может быть, скоро, в принципе, будем учиться онлайн. Вообще, не выходя из дома. Кто знает. Так что, уметь пользоваться поисковиком, правильно пользоваться. Учиться нужно. Только правильно пользоваться. Опять-таки, не первую самую ссылку читаем, которая выпадает в поисковике, а ищем, ищем. Вот таких решений все меньше и меньше. Но они есть. Иногда совершенно гениальные доказательства чего-то. Или расписанные задачи превосходно. Не поленитесь. Выучи. Мальчики и девочки. Будет вам счастье. Решайте. Учитесь. Учитесь хорошо. Вникайте. Всем спасибо за внимание. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. До новых встреч.